За поддержку, помощь, содействие. И вместе с тем надеемся, что именно в эти два дня мы сможем с вами платворно общаться, дискутировать, выступать с собственной позицией и выработать некое общее видение тех задач, которые стоят и перед Россией в том числе. Введение пленарной части уважаемый президиум доверил мне. Меня зовут Рамиль Равилович Хайруддинов. Я директор Института международных отношений, истории и восстоковедения Казанского федерального университета. И вот уже на протяжении шести последних лет наш форум является платформой для выступлений ведущих и отечественных, и зарубежных ученых в области исламоведения, мусульманских религиозных деятелей. И основная тема этого года, она обозначена как межконфессиональное согласие и преодоление радикализма. Для всех нас негативные вызовы человечества являются общей проблемой, и мы должны на них, естественно, адекватно реагировать. Следует также отметить, что тема профилактики религиозного экстремизма и проявления терроризма в целом, роли и места мусульманской цивилизации в современном мире и исламоведения, в том числе академической, светской, в глобальной научной повестке дня, все это накладывает, в том числе и на наш регион, большую ответственность. Ну и нужно отметить, что президент Республики Тарстан Рустам Нургалевич Мениханов, он определён основным координатором группы стратегического видения «Россия и исламский мир». И это не секрет, буквально через неделю в Казани состоится очередное заседание рабочей группы. Я думаю, это тоже важная площадка для обсуждения и предложений, которые могли бы быть рассмотрены на заседании группы стратегического видения. Татарстан на протяжении 10 лет активно участвует в реализации программы подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры ислама. И основным координатором данного проекта в Республике является Центр «Исламика», возглавляемый академиком Российской академии наук Виталием Вячеславовичем Наумкиным, ресурсный центр по развитию исламско-исламовического образования на базе Института международных отношений истории и востоковедения. Центры сумели объединить в единую среду образовательные, научные и методические ресурсы в области исламского и исламовического образования и обеспечить взаимодействие религиозных и светских институтов, научных школ с целью эффективной реализации государственной политики в сфере межконфессиональных и межэтнических отношений. Особенно ценно, что вокруг этих центров сформировалось экспертное сообщество, которое может представить взвешенные и компетентные оценки. И, собственно, уважаемые коллеги, я хотел бы рассказать, как будет складываться наша с вами работа. Мы с вами работаем на протяжении двух дней. Сегодня мы планируем до обеда в этом зале провести пленарное заседание. Что касается продолжительности заседания, то предполагается, я очень надеюсь на то, что наши уважаемые спикеры будут следовать регламенту, мы вложимся два часа. После обеда в зале попечительского совета, который расположен на другой площадке, за памятником молодому Ильичу, здание научной библиотеки Казанского университета, у нас запланировано проведение трех панелей – мусульманские страны в системе современных международных отношений, перспективы развития высшего исламского религиозного и теологического образования в современной России и псевдоисламский радикализм в глобализирующем мире. Между этими панелями предусмотрены перерывы. И вечером, уважаемые коллеги, напоминаю, в гостинице «Хаял» для участников конференции вас ожидает торжественный ужин. Завтра, 18 декабря, в здании Института международных отношений истории и высоковедения университета наш форум продолжит работу и пройдут отдельно и круглые столы, панели, конференции. Начало в 9 часов. И все подробности, уважаемые коллеги, в программе форума, который вы получили, я думаю, вы внимательно изучите и найдете свои фамилии, а также время, когда вы будете являться и участвовать в дискуссиях. Уважаемые участники форума, переходим, собственно, к работе. Первым словом прошу взять проректора Казанского федерального университета по внешним связям Ленара Наильевича Латыпова, уважаемого коллегу, президента Российского общества высоковедов в 2012-2014 годах. Вам слово, Ленар Ильич. Пожалуйста. Дорогие коллеги, уважаемый президиум, участники нашей конференции, от имени ректората, ректора Казанского университета хочу вас приветствовать вот в этом старинном зале Казанского императорского университета, Казанского государственного университета и вот уже с 2010 года Казанского федерального университета. Очень, мне кажется, знаменательно то, что уровень нашей конференции растет по качеству, потому что еще никогда мы не проводили открытие конференции в актовом зале. В актовом зале, да, нам проводятся только очень значимые акты, поэтому он и называется «Актовый зал». И этот актовый зал много чего видел, много видел людей, событий, много слышал речей. И мне кажется, то, что вот сегодня мы обсуждаем проблему, которая у всех на устах и в умах, и в сердцах, думаю, это очень важно, потому что Казанский университет активно вовлечен, скажем, дисциплиной или как это назовем, исламика и с точки зрения языка, и с точки зрения культуры, и с точки зрения политики, и социальной жизни, и культуры. На следующий год мы будем отмечать славный юбилей. В 1807 году была основана Казанская школа востоковедения профессором-христианом Мартином фон Френом. Мы считаем его одним из основателей. Казимбек, безусловно, большая плеяда ученых, российских и немецких, и из других стран приняла участие в создании школы. Но 210 лет Казанская школа востоковедения – это, коллеги, очень значимая для нас дата. У нас будут ряд мероприятий. Я приглашаю наших коллег-востоковедов. Исламские исследования – это неотъемлемая часть востоковедческих исследований. приезжать в Казань, радоваться с нами вот этой большой дате. Говоря об исламе, вот Ромин Равильевич уже упомянул о том, что у нас существует центр исламика. Я считаю, это один из лучших центров. Виталий Вячеславович возглавляет этот центр как научный руководитель этого центра и направляющая силы, и интеллектуальная, и энергия. И этот центр сейчас очень важен с точки зрения ислама, который проповедуется в Татарстане. В Татарстане – самой северной точки, где проживает исламское население. Ну вот, Ромин Равильевич перед этим актом, мы с ним разговаривали, он интересные слова мне привёл нашего первого президента, Митивира Шариповича Шаймиева. Но до этого я скажу одну очень интересную фразу, которая была произнесена нашим студентам Казанского университета, Велимиром Хлебниковым. Ну, наверное, вы знаете, это один из таких футуристов, скажем, вот из группы Маяковский, Бурлюк. Бурлюк, кстати, тоже в Казани учился. Значит, и Хлебников. И у Хлебникова есть такая, знаете, строка такая, когда у него спросили, что такое Россия, он дал очень ёмкое определение. Он сказал «Русь, поцелуй на морозе». «Русь, поцелуй на морозе». Сегодня такая морозная погода, настоящая зима. А Митивир Шарипович дал такое определение, сказал, что у нас ислам на снегу в Татарстане. Очень интересный вот у меня такой, значит, ассоциативный ряд выстроился. Действительно, это ведь самая северная точка ислама, скажем так, распространения ислама. И здесь много веков ислам очень интересные формы приобретает. Ведь суть-то одна, но социализация ислама в той или иной среде, она различна. И вот социализация ислама, именно исламской сущности здесь, в Татарстане, мне кажется, она очень интересна. То, что у нас в Татарстане уже много веков, мы живём в мире и согласии с христианской конфессией. И у нас ведь, вы знаете, коллеги, есть такая, ну, скажем, она доказуемая уже вещь, если над системой какой-то не работать, она приходит в состояние энтропии, то есть состояние распада. Поэтому вы не думайте, что у нас в Татарстане всё так ладно и складно, потому что мы как бы вот на волю Аллаха, это безусловно, мы полагаемся, но мы очень и строго, и систематически работаем над тем, чтобы поддержать эти традиции толерантности, не только сосуществования, взаимопереплетения христианской и исламской культуры. И этот вот элемент очень интересен именно для изучения, как же это происходит и как мы работаем в Татарстане. Это начинается с семьи, безусловно, безусловно, с семьи, и доходят аж до аппарата президента республики. Я долго не буду говорить, значит, много есть чего сказать, потому что сердце переполняет радость и волнение. Очень рад видеть знакомые лица. Спасибо, что приезжаете к нам в Казань регулярно, исследователи, востоковеды, исламоведы. И потом любая такая встреча – это снова площадка с друг другом повидаться. И вот для меня, например, самая хорошая книга – это книга, которая рождает мои собственные мысли. Если вот мои собственные мысли родились, когда я читаю эту книгу, эта книга, я считаю, очень хорошая. Вот, думаю, вот эта конференция даст рождение вам ваших собственных мыслей, идей. И хочу вам пожелать всего самого доброго. И в Новом году вам счастья и благополучия ваших семей. Спасибо. Спасибо большое, Леонид Ильич. Для Республики Татарстан характерна тесная взаимосвязь научной среды, научного сообщества, образовательной системы, религиозных организаций и органов государственной власти. И это очень важно, потому что есть взаимопонимание, есть общие цели и задачи. И в этой связи мне хотелось бы особо выделить поддержку аппарата президента Республики Татарстан и, уважаемые коллеги, я хотел бы предоставить слово заместителю руководителя аппарата президента Республики Татарстан, руководителю департамента внутренней политики аппарата президента Республики Татарстан Александру Михайловичу Терентьеву. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья! Отрадно в этом величайном зале приветствовать вас, приветствовать и пожелать слова, добрые слова и пожелания успешной работы от президента Республики Татарстан, руководителя группы «Стратегическое видение России и исламский мир» Миниханова Рустаму Нургалеевича. Сама тема конференции говорит о актуальности тех вопросов, которые взяты в ее, как предмет для рассмотрения. Сегодня уже было сказано, что «Ислам на снегу», я думаю, эта фраза не только красивый образ, а Митимир Шарипович, он ведь склонен всегда к неким обобщению и философствованию. Отсюда очень много стекает, вытекает. Вытекает, самое главное, это то особенное, которое отличает различные регионы, территории, это тот путь социализации, о котором уже говорилось, и безусловно те практики, которые имеют место быть здесь, непосредственно в Республике Татарстан. Безусловно, вопросы, связанные с радикализмом, различные форматы проявления, которые все мы видим, те вызовы, которыми столкнулось человечество, они заставляют серьезно задуматься, задуматься над тем, как нам совместно с этими вызовами бороться. Характерно, что возникают различные исламистские религиозно-политические организации, группы, и зачастую, которые носят именно экстремистскую подоплеку, несут в себе характер экстремистский. Происходит в целом, и это можно сказать, что тенденция, политизация ислама, она находит свое отражение и в современной мусульманской уме в Российской Федерации. Существуют различные подходы к определению причин того, что происходит. Кто-то говорит о внешних факторах, что это наследие колониализма, постколониальный синдром, сложные социально-политические условия, радикальные, так сказать, различные проявления, связанные где-то с глаголизацией, конфликтом различных культур. То есть по-разному, так сказать, это называют, но, наверное, внешний фактор, он и имеет место быть. В то же время немало суждений и о том, что имеют место внутренние факторы, связанные с самим механизмом функционирования исламского религиозно-политического сознания. тоже немало различных аргументов в эту пользу. Безусловно, мусульманское сообщество также предпринимает попытки осмысления происходящего. Здесь можно вспомнить инициативы, связанные с актуализацией позитивного потенциала ислама, например, через деятельность Центра Али-Васатея, пропагандирующей умеренный взгляд. То есть это один из подходов. В Грозном, вы помните, состоялась Всемирная Исламская конференция, кто они последствовали сонны. Была принята соответствующая фетва, которая вызвала очень неоднозначную реакцию в различных политических и религиозных кругах, разные оценки в международном сообществе, да и внутри мусульманской умы России. Совет Муфти в России принял фетву об опасных сектах и признаках псевдо-исламского радикализма, в которой использованы несколько другие подходы к определению сект. И эта фетва тоже, так сказать, не была однозначно принята всем мусульманским сообществам. Безусловно, так сказать, есть определенная уязвимость в том, что на сегодняшний день российские мусульмане раздроблены, отсутствует единый центр. Безусловно, сказывается и то, что прерваны традиции татарской богословской школы, то есть сегодня речь идет именно о возрождении. Разрушена система религиозного образования, то, над чем мы работаем, безусловно, в последние годы достаточно активно, совместно с мусульманскими организациями. Безусловно, множество региональных муфтиятов привносит идеологическую фрагментарность в сам российский ислам. На сегодняшний день в республике накоплен определенный опыт, опыт взаимодействия с религиозными организациями, в встраивании единой работы. Уже с 2010 года проводятся Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, национальная самобытность и религия, где представители, около тысячи представителей со всей Российской Федерации, собираются для того, чтобы обсуждать актуальные вопросы, связанные с развитием ислама. Принята концепция в 2013 году «Ислам и татарский мир – концептуальные основы функционирования и развития». Это вот такой некий обобщенный взгляд на происходящее событие. В прошлом году в Болгарах основными централизованными организациями Российской Федерации подписана социальная доктрина российских мусульман. Я считаю, это тоже одна из попыток выработки неких единых подходов, взглядов на происходящее в обществе процессы. При Всемирном Конгрессе Сатар действует координационный центр централизованных религиозных мусульманских организаций. Активно реализуется проект, поддержанный президентом страны Владимиром Владимировичем Путином. Это проект Болгарской Исламской Академии. Академия признана стать ведущим духовно-просветительским и научно-образовательским образовательным центром Российской Федерации. Я думаю, и важность его будет расти и в международном масштабе. Сегодня предусмотрена после обеда отдельная панель, где будут прорабатываться вопросы, связанные с созданием и функционированием Академии. Сегодня очень много актуальных вопросов. Нам необходимо набрать соответствующие педагогические кадры, научные кадры. Учитывая то, что Академия будет готовить религиозных богословов, стоят острые вопросы разработки стандартов магистратуры, докторантура именно в религиозном аспекте. Безусловно, активно будет вести сотрудничество со светскими учеными, в целом научным сообществом. Поэтому всё это взаимно увязать, чтобы сделать Академию ведущим центром. Всё это очень непросто. Поэтому в этой деятельности мы также опираемся на всё научное сообщество в Российской Федерации, кто над этой проблематикой работает, и приглашаем на ту панель, которая, я уже сказал, будет вестись после обеда. Кроме того, на площадке Булгарской Академии мы предполагаем создать Всероссийский союз мусульманских учёных. Об этом мы говорим совместно с Централизованным Советом Муфтев России и Духовным управлением мусульман Российской Федерации. Сталгат Таджадином, Централизованным Духовным управлением мусульман Российской Федерации. На сегодняшний день есть понимание, что проблему радикализма необходимо решать, в первую очередь, привлекая внутренне резервы самой исламской религии и умы, опираясь на богатые богословские традиции и глубокое осмысление современных тенденций. Безусловно, всё это зависит от готовности экспертного сообщества мусульманской интеллигенции вырабатывать действенные модели развития ислама в рамках современных демократических сообществ, в рамках современных тенденций. Поэтому, безусловно, данная конференция, я считаю, что пример такой готовности к совместным действиям. Я хочу пожелать интересных решений. И вот потому, как Роман Ильич не мог начать конференцию, здесь как на Птичьем базаре было такое очень шумное сообщество, я думаю, эти встречи очень важны, потому что вы, я так понимаю, всех прекрасно друг друга знаете, а эти площадки дают возможность общения, самое главное, обмен мнениями, выработки совместных консолидированных решений или каких-то подходов к тем проблемам, которые сегодня имеют место быть. Успешной работы, всего вам доброго. Спасибо большое, Александр Михайлович. Очень приятно, что в руководстве республики есть люди, которые очень глубоко и компетентно и относятся серьезно к нужным и чаяниям мусульман, мусульманского сообщества. И это важно, что у нас постоянный диалог, поэтому мне кажется, что есть серьезные перспективы для дальнейшей поддержки всей системы исламского и исламовического образования. Ну и в этой связи мне хотелось бы с удовольствием передать слово нашему другу, партнеру по реализации проекта по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры и ислама, ректору Исламского института, заместителю МУФТИ, председателю Духовного управления Республики Татарстан Рафику Мухаммедшевичу Мухаммедшину. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые участники нашего международного форума. Действительно, вот шестой раз мы собираемся здесь в Казани. Действительно, наш форум стал уже явлением для научного сообщества, не только в России, но и в международном масштабе. Действительно, мы сегодня очень нуждаемся в таких площадках, где мы могли бы обсуждать проблемы развития современного исламоведения, но не только исламоведения, но и исламской теологии. Ну, мы говорим, что сегодня идет процесс возрождения и отечественного исламоведения, поэтому, безусловно, очень важно сегодня обсуждать многие методологические подходы к исламоведению. Но чуть я не проговорился, что исламоведов много, они разберутся. Я хотел бы больше остановиться на исламской теологии. Действительно, вот когда мы говорим о истории развития изучения ислама в Российской империи, там была блестящая школа российских исламоведов, это Петербургская школа, это Казанская школа исламоведения. Одновременно у нас была блестящая школа исламской теологии. Это Ишабутин Маржани, Мусабигиев и другие. Поэтому сегодня, конечно, задача уже поставлена. Задача поставлена не только научным сообществом, и президент Российской Федерации выступает в 2013 году. Уфи об этом говорил, о необходимости возрождения отечественной богословской школы. Вот сегодня можно сказать, что этап институционализации отечественного богословия, исламского богословия, в принципе, мы где-то уже завершаем. Вот уже выступающие практически все говорили об Булгарской исламской академии. Может быть, это одно из таких точек в институционализации отечественной богословской школы. Но сегодня, естественно, очень важно, каким образом мы содержательно будем наполнять вот эти институты, которые уже функционируют в виде 10 исламских высших учебных заведений в России, но в виде Булгарской исламской академии. Вот с этой точки зрения, конечно, работа для научного сообщества сегодня огромнейшая, поскольку мы говорим, что исламская просто теология уже вышла на самый высокий научный уровень. Вы знаете, что ВАК уже признал после таких боев, признал уже наукой, уже открываются советы по защите, диссертации по теологии. Вот в Казанском федеральном университете мы тоже эту работу начали. Я надеюсь, уже на следующий год у нас совет по защите кандидатских докторских диссертаций по теологии появится, иншалла. Но то, что меня вот немножко настораживает, поскольку как вот методологически мы к этому подойдем, готовы ли мы, чтобы действительно сказать, что да, действительно, через советы по защите диссертации мы сегодня вырабатываем методологические подходы в области исламской теологии. Не станет ли вот исламская теология одной из разновидностей исламоведения, или это не станет ли разновидностью религиоведения. Вот такие проблемы они есть. Поэтому сегодня задача действительно очень сложная. И когда мы говорим, что вот такие форумы, безусловно, они внесут огромнейший вклад в выработку методологических подходов, в определение концептуальных вещей, я надеюсь, что вот эта площадка Казанского международного форума тоже внесет свой достойный вклад в решение так насущных, актуальных проблем в области исламоведения и исламской теологии. Всем нам больших успехов. Саляму алейкум рахтулла и баракату. Благодарю вас, Рафик Лахамедшевич. Действительно, задачи перед вами стоят большие. Являясь председателем Совета по исламскому образованию, вы в ответе за все. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы помогли нашему коллеге и на наших площадках в дискуссиях выработали некие рекомендации, пожелания. Нужно будет действительно определяться с видением будущего Болгарско-Исламской академии. Поэтому очень рассчитываем на вашу помощь и поддержку. Ну и не могу не отметить тот факт, что Республика Татарстан – это замечательный регион в составе Приворско-федерального округа, в который входит большое количество субъектов, в том числе и с мусульманским населением. И невозможно Республике Татарстан жить в отрыве от нужд всего региона. Здесь мы испытываем поддержку аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приворско-федеральном округе. И мне хотелось бы с удовольствием предоставить слово нашему коллеге, другу Иге Юрьевичу Рябкову, федеральному инспектору аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приворско-федеральном округе. Уважаемые коллеги, очень приятно сегодня находиться в такой представительной аудитории, где собрались ведущие умы нашего исламоведения, одни из ведущих наших мусульманских деятелей. Приволжский федеральный округ имеет тысячелетнюю историю развития ислама. Это позволило, скажем так, выработать свой рецепт взаимодействия разных конфессий, религий и культур. И я считаю, что в принципе мы добились своего варианта, своего рецепта очень эффективного и очень рационального взаимодействия разных религий и культур. На сегодняшний день в регионах округа зарегистрировано свыше трех тысяч мусульманских организаций. У нас действуют два исламских вуза и более 20 мадресе. В принципе, инфраструктура, которая была фактически воссоздана за 20 с небольшим лет. За этот период, скажем так, это огромный шаг вперед, который позволил и духовным управлениям мусульман, и просто мусульманским общинам во многом восстановить те позиции, которые были потеряны за 70 лет Советского Союза. Сейчас мы находимся на пороге нового этапа, когда количественные изменения должны перейти в качественные. И на сегодняшний день для нас основными задачами являются, прежде всего, это повышение качества исламского образования, как среднего, так и высшего. Второй момент – это, прежде всего, повышение качества работы мусульманских священнослужителей, имамов. В Приворском федеральном округе с 2013 года проводятся курсы повышения квалификации имамов. Уже на данный момент с помощью Российского исламского института в Казани и Российского исламского университета в Уфе эти курсы прошли более 2000 имамов. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас по итогам встречи полномочного представителя президента в Приворском федеральном округе Михаила Викторовича Бабича с председателем духовных управлений мусульман, который состоялся 11 ноября в Уфе, было принято решение о выработке механизма постоянного повышения квалификации всех мусульманских священнослужителей округа. То есть сейчас мы начнем работу над процессом, когда мусульманские священнослужители будут постоянно находиться в состоянии повышения своей квалификации. Это касается не только религиозной составляющей, но и просто ориентации в правовом пространстве, поскольку законодательство у нас меняется. Бывают, скажем так, достаточно серьезные реформы. Второй момент – это налаживание работы между мусульманскими организациями и органами государственной власти. У нас есть регионы-лидеры, такие как Татарстан, Башкортостан, другие регионы. Есть регионы, где эта работа поставлена не так хорошо. В этой связи нами будут предприниматься шаги, чтобы эта работа была налажена везде наиболее эффективно, здраво и целесообразно. Нельзя не отметить, что в Республике Татарстан делается действительно очень много для развития исламского образования. По поручению главы государства Владимира Владимировича Путина сейчас организована работа по созданию Болгарской исламской академии, которая, мы надеемся, в 2017 году уже приступит к работе. Соответственно, сформированы уже базовые уровни исламского образования, которые теперь во многом усилиями исламских учебных заведений и при содействии светских, безусловно, наших институтов, которые должны оказать им и оказывают уже серьёзную методическую и методологическую помощь. Я думаю, мы сможем выйти на достаточно высокий уровень отечественного исламского образования, который в итоге станет решающим для восстановления и развития отечественной исламской благословской школы. Спасибо большое. Спасибо огромное Илье Юрьевичу. И передайте, пожалуйста, уважаемому полномочному представителю наши пожелания продолжить так же тесно взаимодействовать. Мне кажется, что именно благодаря нашим с вами отношениям и вырабатывается единая политика. Спасибо огромное. И большую роль в решении актуальных проблем нашего общества, в обеспечении мира и согласия играют мусульманские священнослужители. В работе нашего форума принимает участие первый заместитель, председатель духовного управления мусульман Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации, ответственный секретарь Международного мусульманского форума, имам Мухтасиб Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Продолжить или уже остановиться? Да. Дамир Хазрат Мухединов. Вам слово, уважаемый Дамир Хазрат. Ахи рахмани рахим, аль-хамду лилля, вассаляту вассаляму аля русу лилля. Глубоуважаемый Президиум, дорогие друзья, позвольте сочетать приветствие от имени председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтий шейха Равили Гайнудина. Уважаемые организаторы и участники 6-го международного форума «Ислам в мультикультурном мире. Межконфессиональные согласия и преодоление радикализма». От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации советую муфтий в России себя лично приветствую ваше научное собрание и молитвенно желаю ему насыщенной и плодотворной работы. За годы с момента основания Международный форум «Ислам в мультикультурном мире» стал авторитетной площадкой общения и обмена новейшими наработками исламоведов, широким участием богословов и представителей мусульманского духовенства. Духовное управление мусульман Российской Федерации рада возможности сотрудничать с одним из старейших российских центров учености – Казанским университетом в деле изучения ислама, подготовке специалистов по истории и культуре ислама, совместного поиска ответов на актуальные вызовы современности. Мы приветствуем стремление Казанского федерального университета возродить и укрепить собственную школу востоковедения и исламоведения, нести собственный вклад в преодоление негативных, а порой разрушительных явлений в мире ислама, которые, к сожалению, несут угрозу всему человечеству. Убеждён, что работа 6-го международного форума станет ещё одним важным шагом в этой архиважной деятельности. С уважением и добрыми молитвами муфти-шеих Равиль Гайнудин. Вот Ленар Равильевич сегодня напомнил о грядущем юбилее Казанской школы востоковедения, поэтому мне отрадно внести наш скромный подарок к ближайшему юбилею. Это очередной седьмой том энциклопедического словаря «Ислам в Татарстане», который совместно с нашим университетом, Казанским федеральным университетом, нашими центрами мы подготовили к этому юбилею. Спасибо огромное, Дамир Хазрат. Я, уважаемые коллеги, хочу предупредить, что у нас идёт первая официальная часть приветствий, но затем последует и выступление научной доклады. И я очень надеюсь, Дамир Хазрат, что выступит ещё раз. И вы не удивляйтесь, Виталий Вячеславович, он не отмалчивается. Он действительно, у него был серьёзный ночной перелёт. Мы встретились уже сегодня в аэропорту. И поэтому Виталий Вячеславович копит силы для того, чтобы в завершающей части обобщить все наши выступления и выступить с развернутым научным докладом. Уважаемые коллеги, мы, я имею в виду Казанский федеральный университет, поддерживают очень тесные связи с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан, а иначе нельзя общие задачи, общие вопросы и думать о воспитании нового поколения без поддержки Духовного управления его священнослужителям не приходится. И мы надеемся, что такое взаимовыгодное сотрудничество будет приносить свои плоды и впредь. В этой связи хочу предоставить слово для приветствия первому заместителю, председателю Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Рустаму Хазрату Батрову. Пожалуйста, Рустам Хазрат. Много уважаемые участники форума, саляму алейкум варахматуллахи варакатух, мир вам, милости вышнего и его благословения. Позвольте сердечно поприветствовать вас от имени Духовного управления мусульман Республики Татарстан на нашей гостеприимной многонациональной земле. Отрадно, что Международный форум Исламо-Мультикультурном мире из года в год становится знаковым событием в исламоведческом пространстве России и, наверное, мира. В стенах Казанского федерального университета, издавна славившись своей исламоведческой школой, собираются лучшие специалисты по исламу, авторитетнейшие ученые, изучающие его великие традиции и современные реалия в рамках разных гуманитарных дисциплин. В нашей стране исламоведение всегда было другом мусульман. Вы несете миру объективные научные знания об исламе, делаете его наследие доступным и понятным более широкому кругу людей и тем самым вносите огромный вклад в укрепление межрелигиозного согласия в России и мире. Не случайно главной темой форума в этом году стало межконфессиональное согласие и преодоление радикализма. Радикализм и терроризм, рядящиеся в религиозные, в том числе исламские одежи, это зло, несущее угрозу будущему всего людского рода. И хотя религиозные деятели находятся на острее борьбы с этим злом, для всех нас очевидно, что без содействия научного сообщества эту беду не одолеть. Ваша миссия актуальна и востребована сегодня человечеством, как никогда. У нас в Татарстане и в России в целом выработан уникальная модель межрелигиозного и межнационального согласия. В то время как одни страны импортируют в другие технологии оранжевых революций, социальных катаклизмов, мы, в свою очередь, можем стать экспортерами уникальной социальной технологии под названием «добрососедство». К сожалению, российское общество здесь не так активно, как того хотелось бы и как в том, наверное, нуждается мир. Уверен, что нынешний форум внесет свой клад и в данном направлении. Я, признаться честно, сам с большим волнением ждал форума в этом году, поскольку у меня здесь в рамках этого форума завтра запланировано обсуждение моей книги, рукописи книги «Традиционный ислам России», моего многолетнего труда. Я надеюсь, что, и не надеюсь, я уверен, что обсуждение этой книги позволит более глубоко и концептуально проработать это понятие. Действительно, мы сегодня находимся в такой парадоксальной ситуации. К словосочетанию, к понятию «традиционный ислам» апеллируют многие государственные деятели, высшее руководство страны, то есть оно становится частью государственных решений, государственной политики. А между тем, дискуссии, полемики на тему, что же такое, собственно, традиционный ислам, в чём своеобразие этого феномена у нас ведётся недостаточно. Я вот решил восполнить этот пробел, написал, много лет работал над книгой, посвящённой этому феномену, и здесь в рамках форума мы будем её обсуждать. И благодарю всех наших учёных, тех, кто уже вычитал эту работу, прежде всего доктора Тауфика Амели-Брагима и других наших выдающих специалистов, которые вносят свои критические замечания. И надеюсь, что завтра мы тоже сможем продолжить эту работу. Хочу пожелать всем участникам форума благотворной работы спасибо, что для обсуждения актуальных вопросов и сломоведений вы собираетесь именно здесь, в Казани. Это для нас большая честь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам огромное. И позвольте предоставить следующее слово нашим турецким коллегам, с которыми Казанский федеральный университет тесно сотрудничает, наши коллеги участвуют в наших мероприятиях. И позвольте предоставить слово представителю Генерального консульства Турецкой республики в городе Казани, вице-консулу Нуридину Кая. Пожалуйста. Спасибо. Казанский федеральный университет проводит очень значимые конференции, собрания и мы рады отслеживать и участвовать в этих мероприятиях. Я уверен, что данный форум, который организован КФУ, совместно с другими образовательными учреждениями пройдет успешно и появятся большие, то есть новые платформные работы. Казанский федеральный университет проводит очень большинство, реалистичные и долгосрочные проекты для борьбы с радикализмом. Необходимо вести работу на устранение условий, которые способствуют возникновению течения радикализма и которые охватывают все слои общества. И один из первых путей данной работы, данной борьбы это образование. Поэтому очень знаменитый то, что данный форум проводится здесь, в КФУ, совместно с другими образовательными учреждениями. Еще раз желаю успехов всем участникам данного форума и передаю свои слова уважения. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. И еще одним нашим хорошим другом, партнером является Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Казани. И сегодня с нами в этом зале присутствует Генеральный консул Алибиман Нигбали Зарчи. Пожалуйста, вам слово. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ БИСМИЛЛАИ РАХМАНИ РАХМАНИ РАХИМ. САЛАМА НАЛИКУМ. БОЛОДИСМЕНТЫ Я очень рада тому, что сегодня принимаю участие на данной конференции и есть возможность выступить. Уважаемые руководства Казанского федерального университета, Уважаемые преподаватели и студенты. Я прошу всех присутствующих, всех участников данной конференции обратить внимание на те доклады, которые будут сегодня представлены. Потому что эта информация, тот материал, который будет представлен на данной конференции, он является очень важным. Если позволите свое выступление, я хотела бы начать с хадисом. Лучшая мудрость – это умеренность. То, с чем сталкивается сегодня исламский мир, это то, что исламский мир на сегодняшний день отдаляется от… Это то, что исламский мир отдаляется от данного хадиса. И эта конференция, которая проводится в данном университете, является очень важной. Музык радикализм. Тема, которая будет обсуждаться на данной конференции, это тема радикализма. Некоторые говорят фундаментализм. Тарифы жами и азин вوجуд не даре. Нет определенного, так скажем, определения данного явления. Макс Вебер, бакши из азин тариф ро зэнними донет. Например, Макс Вебер выделяет такие понятия. Ее бакшиш ро армани ми бине. Некоторые такие понятия, как, например, ментальный израиль. Указывает на то, что корни уходят именно в радикализм и сам фундаментализм. Но, к сожалению, на сегодняшний день это явление, оно заполонило, объявило весь мир. Я считаю, что основная причина, основной фактор, основная проблема, которая лежит в радикализме, это проблема идентичности. То есть это проблема заключается в том, что люди пытаются показать, представить себя и используют радикальные экстремистки. И в связи с этим возникают различные разногласия в исламском мире. Это те разногласия, о которых говорил пророк Всевышнего. И поэтому мы хотели бы сказать, что это явление, это проблема, которая существует сегодня, она связана со всем исламским миром, с точки зрения географии тоже. Но, с вопросом, в чем же заключается путь решения этой проблемы? Интеллектуалы и отношения, осадки, должны предложить эту работу? Что же должны делать ученые, просветители, интеллектуалы? Я считаю. Я считаю. Я считаю. что самая лучшая и подходящая тема заключается в том, что все люди, у которых есть возможности, они должны решать проблемы экстремистическую характеру. И поэтому, если мы хотим сегодня представить ту картину, которая сложилась в исламском мире, она является очень сложной. Именно представление картины, так как это, если говорить о картине, это и унижение, это и безграмотность, это нестабильное государство, терроризм, и это движение к разрушению цивилизации. В то время как сегодня исламский мир, есть большие ресурсы. И важнее всего заключается в том, чтобы общество из исламского мира, в то время как человек является самым большим ресурсом, это и молодежь, которая является самым большим ресурсом. Я не буду занимать вашу время. Я считаю, что для того, чтобы достичь спокойствия, мира в исламском мире, нужно принять несколько мер, самое главное из которых, самое главное из которых является это внимание, уделение внимания праву, уделение внимания, и также объединение стран в исламском мире, и также объединение или отделение от вражеских. Я благодарю вас за внимание. И позволите всем участникам, крепкого здоровья и успеха вам и вашим семьям. И будем благодарны Всевышнему, что сегодняшние мероприятия проходят здесь, в Казани, здесь, где есть безопасность и спокойствие. И спасибо. Уважаемые коллеги, нам стоит поблагодарить генерального консула за столько глубокое выступление. Но мы убедились с вами, что на наших площадках и женский голос должен звучать громко, звонко и уверенно. Я думаю, в самое ближайшее время мы в этом убедимся, потому что среди наших докладчиков не только почтенные мужи, но и замечательные представители прекрасного пола, которые являются серьезными исследователями в тех вопросах, которые мы сегодня будем и завтра рассматривать. Я хотел бы, уважаемые коллеги, обратить внимание на то, что Казанский федеральный университет очень тесно сотрудничает с целым рядом университетов зарубежных, среди которых не могу не выделить Ереванский государственный университет, с которым мы на протяжении долгого времени поддерживаем не просто тесные взаимосвязи, но и работаем над целым рядом проектов и программ. В этой связи я особо хотел бы выделить одного из крупнейших специалистов в области тюркологии, Сафаряна Александра Виленовича, который с желанием откликнулся на наше приглашение принять участие в работе форума и с большим удовольствием предоставляю вам слово. Пожалуйста. Уважаемый президиум, уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги! Для меня, скромного тюрколога, преподавателя, огромная честь выступить в этом зале. Действительно, все знают слова Бартольда, что именно Казанский университет является колыбелью российской, советской и, конечно же, постсоветской школы востоковедения. Отсюда вышли фон Фрэн, Казимбек, их ученики, ученики их учеников. И в некотором смысле все мы, востоковеды постсоветского пространства, являемся внуками и правнуками Казанского университета. В преддверии великого юбилея этого университета хотелось бы низко поклониться великим мужам этого университета, благодаря усилиям которого в сороковые годы XIX века в Казани была открыта также первая кафедра армянского языка на территории тогдашней царской России. Полностью солидаризируясь с выступавшими хозяевами и приветствующими, хотелось бы спросить, а нет ли у нас недостатков, а где мы поленились? И вот анализируя наши потери, я бы сказал, что в первую очередь это то, что мы теряем сейчас на постсоветском пространстве. Святую науку услышать друг друга. Мы мало друг друга слушаем, и поэтому растут среди былой родни противоречий надолбы. А нам, смурные эти дни, стоять поближе надо бы. Нам бы восстановить всё то хорошее, что было, и не потерять наши конкурентные преимущества. Много лет назад я имел возможность присутствовать на знаменитом Стамбульском кинофестивале и иметь дискуссию с известнейшим турецким профессором Ильбером Уртайле. Тогда в зале Перапалас-отель, это знаменитое место в Стамбуле, участвовали ведущие тюркологи Западной Европы, Турции. И мы с Ильбером Уртали думали, на каком языке вести конференцию. Кто-то знал английский, кто-то французский, кто-то турецкий, кто-то арабский. И оказалось, что объединяющим языком всех присутствующих был русский язык. Все присутствующие знали только русский язык. Даже завкафедрой армянистики Анкарского университета доктор Бирсень Хараджа окончила аспирантуру в Москве и защитила диссертацию переводой Валерия Яковлевича Брюсова и Александра Блока с армянской литературы. Она, конечно же, лучше знала русский язык, нежели армянский. И мы провели эту конференцию на русском языке. К сожалению, сейчас некоторые наши коллеги так много энергии тратят на забвение русского языка, что не остается сил и средств на изучение английского. Знание русского языка, я обращаюсь к нашим студентам, мы бы не были долголетними преподавателями, если бы не верили, что среди студентов, которым посчастливилось учиться в этом университете и которым посчастливится получить, я надеюсь, диплом этого университета. Хотя даже Лев Николаевич Толстой не смог получить такой диплом и Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Но я надеюсь, что вот присутствующие все студенты успешно окончат этот университет, но не только это. Я очень надеюсь, что среди них будут новые Френы, новые Казимбеки и, конечно же, даже новые Лобачевские. Если бы мы не верили в это, мы бы не были бы педагогами. Я, как и наши другие коллеги на всем простсоветском пространстве, я в ежедневном режиме общаюсь с Казахстаном, с Туркменистаном. Конечно же, в ежедневном режиме. Кстати, здесь мой садокладчик – это посланник Казахстана, бывший посол по особым поручениям Казахстана Жолгас Адылбаев. Мы с ним вместе завтра как бы прочтем наш общий доклад на секции. Но вот я от имени всех наших коллег хочу сказать, что мы с доброй завистью следим за успехами Института международных отношений и истории востоковедения Казанского университета, где сегодня наши дорогие коллеги, не побоюсь этого слова, наши собратья по Перу возрождают классические традиции российского востоковедения, они являются достойными продолжателями духовности Марджани, они одновременно являются достойными продолжателями демократических, гуманистических традиций великого Габдулы Тукая. И они могут как бы разные черты этого великого народа, татарского народа, его литературного гения, сочетать в себе, писать об этом диссертации, идти по этому пути. И извините, кому как не Казанскому университету организовать сегодня эту конференцию? Истории предопределено, что именно Казанский университет должен быть координатором. Еще Владимир Александрович Гордлевский, основоположник Московской школы османистики и тюркологии, не раз подчеркивал, что именно передовой татарской интеллигенции, элите татарского народа предначертано быть мостом дружбы, сотрудничества, братства русского и исламского миров. Это факт. И это предопределено, это великая роль передовой татарской интеллигенции. И еще последний момент, который хотелось бы подчеркнуть, глубокая благодарность организаторам конференции, которые смогли организовать также в рамках этого высокого форума также конференцию «Россия и тюрко-мусульманский мир». Это очень важно, что предоставлена возможность также филологам, также лингвистам, литературоведам, культурологам высказаться завтра. Потому как у каждого народа есть свой литературный гений, писал Чингиз Айтматов. У русских это Пушкин, у казахов это Абай, у туркмена это Махтункули, Фраги. Я мечтаю о том дне, когда мы опубликуем новую антологию татарской литературы на армянском языке. Мне с детства близки и родные стихи великого Муса Джалила. Я их изучал на уроках армянского языка. Интересно, что на уроках родной речи армянского языка в школе, в 4-5 классах мы изучали в переводе на армянский язык стихотворение Мусы Джалила. Я надеюсь, что в новую антологию татарской литературы на армянском языке мы включим новые историко-филологические примечания с глубоким уважением к исламской традиции, с глубоким уважением к национальным чаяниям великого татарского народа. Мы включим в эту антологию и современных татарских поэтов и прозаиков, потому что литературный процесс он беспрерывен. И я очень-очень надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться. Спасибо огромное. Дорогой Александр Виленович, спасибо Вам большое за столь прочувственное, проникновенное выступление и за столь щедрые авансы в сторону Казанского федерального университета. Действительно новая ситуация. Мы говорим о возрождении тех традиций, но благодаря поддержке наших коллег, в первую очередь, я очень надеюсь на поддержку Института восстановления Российской академии наук, именно благодаря нашему тесному общению и тем программам и проектам, которые мы сейчас реализуем, это возрождение будет не столь долгим. Поэтому очень надеемся, что помимо количественных характеристик, Казанский федеральный университет будет гордиться и качеством образования, в том числе высоковетных дисциплин. Спасибо Вам большое. Приветствия. Они действительно нас порадовали. Было замечательно услышать эти пожелания. Мы переходим к следующему разделу нашего пленарного заседания, к научным докладам. И я уже говорил о том, что буквально на днях 23 декабря в Казани состоится заседание группы стратегического видения «Россия – исламский мир». И надо признать, что одним из ее основных идейных вдохновителей является Виталий Вячеславович Наумкин. Кроме того, это большой специалист, исламовед, арабист и так далее. Можно перечислять до бесконечности. Но Казанский федеральный университет радует и тот факт, что помимо научного руководства Институтом высоковедения Российской академии наук, он является научным руководителем нашего коррекционного центра «Исламика» и является не просто консультантом, но и большим другом и партнером. Поэтому позвольте слово для научного доклада предоставить академику Российской академии наук, доктору исторических наук, профессору Виталию Вячеславовичу Наумкину. Пожалуйста. Большое спасибо, уважаемые коллеги и друзья. Разрешите мне тоже приветствовать всех собравшихся здесь и присоединиться к тем, кто подчеркнул значимость этого форума и значимость того факта, что он проводится в Казани, в стенах этого замечательного, всемирно известного университета, который является гордостью России, российского образования и российского востоковедения, поскольку отсюда идут его корни. Вот здесь уже говорилось об этой замечательной формуле, которую Никитимир Шарифович сказал «Ислам на снегу». И когда я это услышал, я вспомнил один факт из своей биографии, когда я делал по заказу «Раша Тудэй Руси Ильям» арабского канала фильмы о Татарстане, там было несколько серий в рамках рассказов об исламе в России, связи России с арабским и мусульманским миром, и показывал его в аудитории в Объединенных Арабских Эмиратах. И когда находившиеся со мной в зале коллеги увидели мечеть деревянную из центра которой вырастает минорет и вокруг снег, они все начали цокать языком и поражаться вот этому зрелищу, это продолжение вот этого образа ислама на снегу. И потом я помню один из присутствующих, который принадлежит к очень высокому кругу местному, сказал, что у него навсегда образ деревянной мечети из-за холода придумавший, как они правильно, в общем-то, трактуют минорет, который вырастает из этого тепла. И вот этот образ, они сказали, для них это образ российского ислама, образ татарского ислама, образ Татарстана, который у этого человека сказал, он всегда у меня останется, я буду всегда вспоминать вот этот образ. Я думаю, что образы сегодня очень важны. Ну а если отойти от образов и перейти к сути, я все-таки постараюсь быть коротким и не предлагать вам какой-то большой доклад. У нас их так много, что я думаю, что присутствующие здесь замечательные ученые старшего поколения и особенно молодые нас порадуют этими докладами, которых мы все ждем с нетерпением. Я хочу несколько слов, во-первых, сказать о российском исламе, который, на мой взгляд, является примером сегодня для всего мусульманского мира, к сожалению, переживающего непростые времена. Сегодня исламский мир сотрясают расколы, разломы, особенно на Ближнем Востоке, где нарушается мирная жизнь людей. И вот мирная жизнь наших мусульман, их терпимость, толерантность, позитивный опыт многовекового сосуществования с православными, буддистами, представителями других религий, наконец, и с нерелигиозными, светскими людьми и даже атеистами, это редкий образец конструктивного взаимодействия и толерантности. И вот эти миллионы наших мусульман, которые хранят традиции культуры этого сожительства, особенно приволжский ислам, они, собственно говоря, и строят будущее нашего народа, наше гражданское будущее, нашу, если хотите, политическую нацию. Это хороший пример для всех народов Ближнего Востока, которые сегодня, к сожалению, переживают очень непростые времена. Сегодня популяризация этого наследия через систему образования, через информационную работу, где мы, к сожалению, часто уступаем радикалам, против которых мы призываем бороться. Наследие мусульманской умы России, татарских ученых, ученых Северного Кавказа, и это очень важно. И это наследие сегодня, конечно, их работает и в замечательных ученых, не буду их всех перечислять, чтобы никого не дискриминировать, они переводятся сегодня на русский язык, на другие языки, распространяются, печатаются. И я замечаю, что на Ближнем Востоке растет внимание к этому наследию. И точно так же растет, хотя здесь говорилось, и справедливо говорилось о том, что исламское образование, оно переживало очень острый кризис. Понятно почему, но сегодня все-таки вот это исламское образование, оно, в нашей стране, переживает ренессанс, оно явно налаживается. Именно поэтому люди и молодежь меньше стали выезжать за границу, хотя крупные исламские центры, конечно, привлекают молодежь. И хорошо, что помогает государство этим программам, и хорошо, что исламское образование сочетается со светским, и хорошо, что есть специальные программы с углубленным изучением ислама, в которых участвует и Казанский федеральный университет. И вот эта открытость традиционного российского ислама ко всему мусульманскому миру, готовность его использовать на благо всей России и на благо российской умы, я думаю, что это очень важно для того, чтобы не допустить распространение вот этого раздора, семена которого ядовиты, несут радикалы из-за рубежа на мусульманскую ум в России. И, к сожалению, конечно, элементы раскола, о чем здесь говорилось, есть. Но вот как особенно нам, исламоведам, видно со стороны, то есть мы, которые, с одной стороны, тесно связаны с мусульманской умой, отчасти живем ее интересами и переживаем за все, что там происходит, мы видим, что серьезных-то оснований для раскола, в общем, по большому счету, нет. Ни богословских, ни каких-то серьезных, идеологических, конфессиональных. И во многом они надуманы, и во многом разжигаются вот эти вот разногласия между различными богословскими школами, разжигаются амбициями, соперничеством, какими-то частными интересами. И, конечно, очень важно, чтобы в рамках этого, в этом русле развенчивалась бы идеология экстремизма под такими квази-исламскими знаменами, как совершенно правильно Рустам Батров здесь сказал, Рустам Хазрат, по вот этим, в исламские одежды рядящимся радикалам, которые предлагают совершенно неприемлемые, страшные ценности нашей молодежи. Осуждение такферизма, приверженность нормам традиционного ислама, это, конечно, должно быть, так же, как и отказ от навязывания своих норм другим, должно стать правилом и основой для исламского образования и деятельности также исламоведов, которые помогают исламской уме в решении этих вопросов. И, наверное, без нас тут не обойдешься. Кроме того, я считаю, что светское востоковедение, оно помогает особенно значительно в том, чтобы немусульманское население нашей страны больше знало об исламе, и это особенно важно, учитывая распространение сегодня в западной части Вселенной, на западе, исламофобских настроений и искажение образа ислама, которое сегодня очень часто представляется в образе врага, государства в некоторых кругах, в западноевропейских государствах в целом. Очень важно, что, мне кажется, подчеркивать близость всех школ, богословских школ ислама в России для того, чтобы консолидировать исламскую ум в отвержении разрушительного влияния со стороны внешних сил. Я несколько примеров хочу привести того, что наши коллеги и партнеры за рубежом в ближневосточных государствах активно участвуют в этой борьбе против радикализма. Вот, наверное, надо было бы нам, с одной стороны, использовать вот то наследие, которое имеет замечательное наследие российский ислам и те замечательные татарские богословские школы, о которых много говорится. Но, наверное, нужно использовать для работы с нашей молодежью и те идеи, которые высказывают наши партнеры за рубежом, которые активно участвуют в разоблачении таких ядовитых идей, которые несут так называемые джигадисты, хотя это слово совершенно неправильно. Вот я просто приведу пару примеров. Известен квази-калифт так называемого запрещенного у нас исламского государства, который говорит о том, что ислам ни дня не был религией мира, ведь такие люди только вредят исламу на самом деле, ведь они намеренно разжигают вот это антиисламские настроения для того, чтобы спровоцировать конфликт. Вот Аль-Багдадий говорит, ислам ни дня не был религией мира, ислам – это религия войны. И ваш пророк, салли Аллаху али и ассаллим, был не скослан с мечом, как прощение творения. Ему было велено воевать до тех пор, пока все не будут поклоняться лишь одному Аллаху. Я приведу пример высказывания одного известного шейха шазилийского ордена, основателя одной международной организации, Мухаммад Али Акуби, который входит в число 500 из 100 удающихся исламских мыслителей самых популярных мира. И он, отвечая этому злодею, говорит, что утверждение о том, что пророк, салли Аллаху али и ассаллим, был послан только с мечом, ему было велено вести войну, до тех пор, пока все будут поклоняться лишь одному Богу, является вопиющей неверной интерпретацией миссии пророка. В действительности, подобное заявление представляет собой в чистом виде преднамеренное искажение истории пророка с его 23-летней миссией призыва людей в ислам. Примерно 200 дней менее года из этих 23 лет были потрачены на военные экспедиции, включая дни путешествия. И слово Бога неопровержимо говорит о цели послания пророка, как мы читаем об этом священном Корале, где Бог говорит его последнему посланнику, мы не сплавить тебя иначе, как в качестве милости к миру. И таким образом, вот эти призывы, утверждения о том, что ислам это не религия мира, с одной стороны, вредят репутации самой этой замечательной мирной религии, великой религии, с другой стороны, открыто противостоят словам Аллаха, которые переданы в священном Корале. Я думаю, что вот такие вот аргументы, которые приводятся самыми авторитетными людьми, деятелями зарубежного ислама, они здесь очень важны. И вот та злобная, уникальная совершенно, никогда не существовавшая жестокость, которую несут радикальные организации за рубежом, которым, к сожалению, иногда удается привлечь в свои ряды незревую молодежь, молодежь, которая поддается на эти призывы, она нуждается в очень серьезной и богословской, и иной аргументации с использованием, как я уже сказал, и наших традиций российского ислама, и тех наиболее ярких аргументов, с которыми выступают наши партнеры за рубежом. Достаточно, например, сказать о тех зернах внутри исламской вражды, которую несут эти радикалы, которые предлагают, призывают убивать шиитов, призывают убивать, так сказать, других. Другие группы мусульман не согласны с этими людьми, клеймят их как врагов ислама. Но они сегодня, вот эти вот деятели и редакши других структур, скажем, тех же саудовских правителей называют Ассалюль по имени, женщина из рода саудов, достаточно оскорбительно. Они называют шиитов Арафида, таким тоже оскорбительным достаточно словом, и призывают всех убивать, включая там еминских муртадун, как они говорят, куфар муртадун. Страшные казни, которые мы, к сожалению, видели на YouTube, и то, что они распространяют по всему миру, это тоже вызывает отторжение неприемлемым, полное неприятие со стороны наиболее авторитетных людей ислама во всем мире. Вот опять же, возвращаясь к тому же, уже цитированному мной Яхубе, он, особенно, так сказать, резко выступая против вот этого страшного сожжения, к которому прибегали людей, к которому прибегали люди из Даши, он вспомнил хадис Абудауда, когда пророк увидел сожженную колонию муравьев, он спросил, кто это сделал. И когда один из подвижников признался в этом, он сказал, никто не имеет права наказывать огнем, кроме господина огня. Я не буду приводить другие примеры, особенно, такие совершенно неприемлемые, страшные вещи, как, скажем, возрождение рабства, порабощение, скажем, изидских женщин и детей, продажа их на рынках, убийство этих людей. И еще могу процитировать одного из авторитетных деятелей Исламской религии, который сказал, что порабощение изидов – это страшное, одно из худших преступлений, совершенное Даши, которое, поступая так, нарушает социальный контракт, давно установленный между изидами и мусульманами. И то же самое сказано об отношении ко всем немусульманам, которые посещают мусульманскую страну и делают своим выбором жить в ней, которые должны находиться в безопасности на основе тех традиций, которые сложились в Исламе. Иначе говоря, я не хочу долго говорить, примеров очень много, их можно говорить об этом несколько часов, но я хотел бы подчеркнуть, что вот эти традиции толерантности и конструктивного сосуществования мусульман с немусульманами, которые имеют очень мощные давние традиции в нашей многоконфессиональной, поликонфессиональной, многонациональной стране, они должны, на мой взгляд, стать образцом для всех. И голос наших мусульман, я думаю, в этих сложных условиях, во всемирной, так сказать, уме, если можно так выразиться, этот голос должен звучать очень громко. Сегодня мир очень нужен всем, нужен средств сил на Ближнем Востоке. И в заключение я бы хотел упомянуть о замечательной совершенно инициативе нашего президента, который объявил в Японии в инициативе по национальному прекращению огня в Сирии и по российской инициативе по проведению переговоров в Казахстане. Это только свидетельствует о том, что славянско-тюркский компонент в нашей политике, в нашем отношении с Ближним Востоком, в нашей международной политике, роль России, которая стала ведущим игроком сегодня на Ближнем Востоке, очень важна для взаимоотношений между мусульманами и немусульманами и очень важна в русле тех идей, которые будут рассматриваться в наших докладах. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Виталий Вячеславович. Я думаю, что темы, которые вы подняли в своем выступлении, мы сможем уже реализовать и обсуждать на дискуссии первой панели. Я также хотел бы предоставить слово не только религиозному деятелю, не только общественному деятелю, но и мыслителю, и ученому. Дамеру Хазрата Мухаддинова, пожалуйста, вам слово для научного доклада. Спасибо. Бисмилляхи таваккальтуу аляллах в аля тавфика и лимина андилля. Свой доклад я хотел бы озвучить в продолжении тех тезисов, которые буквально позавчера я озвучил в пленарной части международной конференции с участием президента Ирана Хасана Рухани. И вот академик Наумкин очень убедительно рассказал о всей той пестроте и плюрализме мусульманской традиции. Свой доклад я обозначил как интеллектуальный диалог, как средство преодоления радикализма. Говоря о радикализации мусульман, о тенденции мусульманской молодежи некритично воспринимать пропаганду крайностей и экстремизма, мы понимаем, что эти процессы обеспечиваются множеством апологетов воинствующего, узкого понимания ислама целой богословской индустрии. Вот я люблю приводить пример. Буквально недавно, будучи в городе Ахаба и Ордании, вечером пошел в магазин, чтобы купить воду. Увидев, что я мусульманин из России, говорящий на арабском языке, продавец из-под лавка стал вытаскивать одну за другой книгу. Сначала книгу Ибн База. Я говорю, я такие уже читал. Затем, говорят, ибн шейха Усаймина. Говорят, их тоже уже прошел. Потом Албания. Вот пропаганда ведется во всех точках, начиная в магазине, в кафе, на заправках, везде идет пропаганда. И это курортный город Ахаба и Ордания. Поэтому именно идеологические, а не материальные ценности гарантируют в конечном счете беспребойное обеспечение человеческим ресурсом террористических группировок. Работа по ограждению мусульманской молодежи от экстремизма должна начинаться, по моему убеждению, с интеллектуального диалога и полемики с представителями радикальных течений. Если они только не перешли грань, черту и не пролили кровь. Я убежден, что с этими людьми возможен и необходим интеллектуальный диалог, поскольку они являются нашими братьями в исламе, пусть и заблудшими. Этот диалог должен вестись на всех уровнях и в конечном счете должен приобрести полноценную форму богословской дискуссии, которая, как я полагаю, вскроет все слабые стороны их подхода. К сожалению, но до сих пор этот диалог шел медленно. И, возможно, в этом одна из причин того, почему джихадистские радикальные течения пользуются популярностью у молодежи. Я не стану перечислять многочисленные аяты Священного Корана, где подчеркивается необходимость единения и примирения. Тема единства ислама и единства мусульман является одной из базовых в Священном Куране и аутентичной сунни. Движения такфиристского типа разрушают эту связь внутри уммы. Но, несмотря на это, я считаю, что поразглашать их неверными на основе их деяний значит уподобляться им самим. Делая это, мы закрываем путь к интеллектуальному диалогу, о котором шла речь выше. Обратим внимание на звание нашего форума «Ислам в мультикультурном мире. Межконфессиональные согласия и преодоление радикализма». Каждая религия исходит из безусловной истинности своей доктрины и ошибочности других вероучений. Тем не менее, мы считаем нужным вести межрелигиозное взаимодействие и сотрудничество. При этом отказываем в праве изложить свою позицию и быть услышанными единоверцами, которые потеряли связь с гуманистической нравственной природой ислама и встали на путь ригоризма, однако не потеряли веры по тем признакам, которые были сформулированы пророком и многими поколениями ученых. В этом проявляется уязвимое место нашей идеологической позиции, некая двойственность, которая молодежью воспринимается как лицемерие и релятивизм. Как известно, проблема веры и неверия, иман ва-куфр, это очень тонкий и сложный богословский вопрос. В каком-то смысле мотивацию такфиристов можно понять, поскольку они, в конце концов, обращаются к такфиру не как к самоцели, но используют его в качестве средства демаркации. Определив, что такое вера и каково правильное, на их взгляд, вероубеждение, они автоматически записывают в число неверных всех тех, кто не придерживается этого вероубеждения. Более того, если не кривить душой, то нужно признать, что в истории ислама это было нормальной исторической практикой. Таким образом, отдельные течения мутазелиты, традиционалисты-салафиты, ашариты, исмаилиты и прочее, прочее, очерчивали свои границы и противоставляли себя другим. Известный индонезийский мыслитель Нурколиш Маджид отмечал, что на то имелись не только богословские, но и социально-политические основания. Возможно, свои критики средневекового эксклюзивизма, характерного, кажется, для большинства направлений ислама, за исключением отдельных, крупных богословов-мучтагидов, мы не всегда справедливы и не всегда учитываем сложности ситуации того времени. Как бы то ни было, но такферистская, эксклюзивистская позиция в наше время уже не актуальна. Сейчас мы больше нуждаемся в единении перед лицом внешних угроз и вызовов современного мира. Нужно четко осознать, что единство уммы это прежде всего духовное единство, но никак не единство во всех богословских и философских вопросах. Учитывая многомерность ислама, последнее в принципе невозможно, иначе нам придется сузить ислам до какого-то одного типа вероубеждения, будь то салафизм, будь то ашаризм, матрудизм и прочее. Я уже не говорю о том, что внутри самих этих школ, этих систем нет докториального единства. И при таком подходе в конечном счете наш в кавычках ислам ограничиться единственным правильным мнением какого-нибудь шейха, философа или политического активиста. Не это ли один из главных признаков такфиристского течения? Таким образом, я полагаю, что в интеллектуальном диалоге с такфиристами необходимо, прежде всего, выбить почву из-под их ног, то есть такфира, а это значит сменить установку сузского и эксклюзивистского понимания ислама на плюралистичное понимание. Это может делаться как с помощью правовых и богословских аргументов. Наиболее яркий пример это Абу Ханифа, Имам Аль-Газали, Шахабудин Марджани, так и с помощью современного исторического анализа, который показывает богатство и многомерность ислама. Но это лишь первый этап диалога. Как правило, в основе такфиристских и радикальных движений лежит определенные конкретные верубеждения, нередко подробно развитые. И тут мы должны иметь собственную интеллектуальную платформу, которая могла бы выступить серьезной альтернативой их верубеждению, основанному на архаизирующем понимании ислама. Полагаю, что унификации подобной платформы невозможно. Поэтому поделюсь лишь некоторыми разработками в этой сфере, не претендуя на то, что я выражаю истину в последней инстанции. Я убежден, что адекватный диалог с такфиристами невозможен на почве архаизирующей платформы. Это не будет решением, поскольку не отвечает на те реальные вызовы, которые перед нами ставит современный мир. Ответ может быть найден в обновленческом движении. Джадидов, Тадждида, наша рабочая команда в духовном управлении уже долгие годы ищет ответы на эти вызовы, и нам удалось развить интеллектуальную платформу обновленческого типа, которая получила наименование коронического гуманизма. В методологическом плане коронический гуманизм призывает, первое, к систематической критике слепого токлида, к обращению к конституализированному ичтихаду, к критике хадисоцентричности, к возвращению рационалистической установки, к преодолению эксклюзивистских черт, как отдельных исламских течений, так и уму в целом, к преодолению тенденции к внутренней замкнутости уммы. В содержательном плане, основные идеи коронического гуманизма сводятся к следующему, признание братства и многообразия человечества, признание исконной правоверности человеческой природы и ее сущностной неизменности, веро-универсальность Божьего водительства и, как следствие, признание религиозного плюрализма. Вера в Бога вдохновенный характер всех писаний аварамических традиций, в том числе, Евангелия и Торы. И вера во всеохватность божественной милости или возможность конечного спасения всех людей. В своих работах мы подробно обосноваем, что коранический гуманизм является исконным кораническим учением, и что каждый из приведенных тезисов укоренен в священном Коране. Кроме того, все эти идеи в том или ином виде высказывались в прошлом крупнейшими мучсайдами, интеллектуалами, богословами ислама, и мы, по сути дела, не претендуем на что-то новое, но лишь константируем, что эта работа проводилась учеными прошлого. Таким образом, в рамках нашей организации мы разрабатываем вполне конкретный обновленческий проект, который мог бы выступить концептуальной альтернативой такфиризму и джихадизму, и который позволил бы дать один из умеренных ответов на вопрос о соотношении исламских принципов и модерна. Повторюсь, что мы допускаем возможность и иных проектов. Все это должно развиваться в рамках детальных, научных дискуссий. Подчеркиваю, научных дискуссий. Не втихаря подписать фету в обеденном перерыве и прогласить, что это истина в последней инстанции. И учитывать как традицию исламскую, так и современное исламоведение. Я полагаю, что процесс глобальной дискуссии запущен, и потому в 21 век не станет веком такфиристских, джихадистских движений, а станет веком интеллектуального и плюралистичного понимания ислама. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое Дамир Хазратову. Наверное, это очень важный тезис о том, что исламоведение и теология они близки. И здесь нужно находить не просто точки соприкосновения, а единую платформу, с которой мы, собственно, и будем выражать свои четкие мысли и решать эти задачи. Я благодарю уважаемые коллеги, всех вас. Мы с вами запустили наш форум. Я думаю, что впечатления у всех такие же, как и в президиуме. Я думаю, самые радостные. Впереди еще два дня хорошего общения. Хотел бы поблагодарить наших уважаемых консулов, которые приняли участие. И обращаюсь к нашим студентам. Дело в том, что сегодня в зале присутствуют и студенты, востоковеды Института международношения, истории и востоковедения, и религоведы из Института социально-философских наук. Я думаю, для них это весьма познавательно. Не просто увидеть классиков, по учебникам которых они получают востоковедное образование, но и принимать участие в качестве слушателей и участников дискуссий. Спасибо вам всем, коллеги, большое. И на этом пленарное заседание завершает свою работу. Нас ожидает обед. Уважаемые коллеги, волонтеры проводят вас к месту обеда. это здание физфака и... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА